недавно ко мне обратилась женщина пенсионерка 67 лет она горит юра я ничего не соображаю в инвестициях но слышала что ты помогаешь людям инвестировать так что сказать там хорошие деньги получается у меня как раз закончился депозит и следующие условия дают очень плохие может быть ты поможешь мне инвестировать как-то деньги но я при этом ничего не соображаю инвестициях и в общем то не хочу этим сильно заниматься просто вложить куда-то и чтобы они приносили доход я сказал да конечно и возможно вы точно так же как и она не хотите заниматься инвестированием но не хотите просто вот уделять этому большое время просто вложил как в банке и чтобы деньги копились и поэтому я решил снять это видео и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий что я предложил пенсионерки смотрите 67 лет женщина еще раз повторяю не хочет активно заниматься инвестициями не хочет сама покупать акции просто инвестировать и все и чтобы при этом все нормально росло денег ну примерно 500 тысяч не такие большие деньги вот поэтому я предложил ей следующее посмотрите сначала я рассматриваю профиль клиента я решил что в общем то при такой сумме наверно стоит вложить немножечко чтобы но не то что просто сохранить но немножечко еще и приумножить поэтому я предложил ей следующее фондовый рынок также бесконечен как и наша жизнь и поэтому на фондовом рынке есть варианты для всех что я считаю подходит вот пенсионерам которые не хотят заниматься инвестициями сами не хотят сами выбирать акции какие-то покупать портфель и так далее есть готовые решения это управляющие компании раньше управляющей компании были ну значит такие сказать там от миллиона 10 миллионов сейчас все это намного более демократично смотрите что есть я открыл ей фонд счет в управляющей компании открытие брокер и что предлагает открытие брокер значит я предложил ей вложиться в паевые инвестиционные фонды это вот самое демократичное то есть здесь можно любую сумму вложить от буквально тысячи рублей но на самом деле чуть больше вот смотрите пай 6 тысяч пять тысяч две тысячи открытие евро облигации по и 2259 открытие облигации 5856 открытие сбалансированный одна тысяча рублей минимальная сумма вложения и в золото 1930 рублей как вы понимаете что каждый из вас может вложиться вот в этим паевые инвестиционные фонды то есть это фонд который вот просто коллективные инвестиции мы с вами скидываемся и управляющие уже решают куда эти деньги вложить чтобы они принесли максимальную прибыль естественно они за это берут какой-то небольшой процент но с учетом процента даже доходность будет высокая и сейчас вы увидите какая она что я предложил моей клиентки пенсионерки вот смотрите есть открытие акции видим до открытие акции открытие лидеры инновации открытие глобальной инвестиции сбалансированный облигации евро облигации золото но так как деньги небольшие в общем-то заход за год вот и евро облигации облигации дают очень маленькую доходность но при этом они очень надежные то в общем сказать при таких деньгах наверное облигации евро облигации не очень хорошо это доходность в долларах насколько я понимаю нет или рублях ну в общем сказать доходность здесь не высокая на облигациях теперь сбалансированный что такое сбалансированный сбалансированный портфель это вообще максимально вот идеальный портфель я рассказывал про б пиф и все погодные вот это вот он и есть и только уже вот просто в управление к отдали и забыли то есть там 25 процентов ровно значит в акции 25 процентов облигации 25 процентов золото и не помню уже куда еще вот то есть он крайне сбалансирован он очень очень надежный всепогодный то есть если будет кризис если акции упадут то золото вырастет понимаете если все упадет да и облигации будут приносить доходность маленькую но доходность если все будет хорошо то акции принесут высокую доходность и собственно говоря дадут прибыль что я могу сказать что я хочу предложить и вот данному клиенту я хочу предложить смотреть ну так как я всегда рядом поэтому я хочу предложить сейчас вот вложиться в три фонда открытие акции открытие лидеры инновации открытие глобальной инвестиции чем они отличаются что такое открытие лидеры инноваций посмотрите за год 32 92 процента давайте посмотрим на это на этот фонд лидеры инноваций это сейчас кризис и все этом коронавирус пандемии так далее все уходят в оффлайн все начинают через интернет и заказывать продукты и прочее и выгоду от этого получают интернет-гиганты такие как фейсбук чартер коммуникация microsoft alphabet это google dropbox apple и так далее то есть телекоммуникации и те компании которые занимаются технологическим сектором в сша вот поэтому здесь amazon и эти компании дали максимальный рост и дают максимальный рост максимальную доходность они очень быстро растут когда все хорошо и в общем сказать когда падение происходит они падают тоже довольно резко то есть это более рискованно может быть инвестиция но вот посмотрите информационные технологии 71 56 процента в инвестициях занимают телекоммуникации 15 15 процентов финансы 8 и другие отрасли 5,29 процента то есть основной упор идет на информационные технологии динамика стоимости по я посмотрим за год в рублях 33 процента фактически за год прошедший а в долларах сша 34 83 почему в долларах сша больше но потому что доллар упал по отношению к рублю рубль подорожал поэтому но в чем хотите в том и считайте я думаю что в долларах сша она более твердой валюты пока считается 35 процентов фактически за год выросла вот таблица стоимости пая то есть мы покупаем один пай все типа и складываются в один общий котел и вот в такой пропорции вкладываются в различные отрасли вот теперь следующее что я хочу ей предложить это открытие акции давайте посмотрим что такое открытие акции открытие акции это российские акции первого эшелона и смотрите акции управляющие покупать те акции которые обладают наибольшим потенциалом роста если акция отработала свой рост значит они ее продают там меняют свой портфель сами мы в этом не участвуем это слепой траст мы получаем только доходность ну вот акции какие пау газпром пау сбербанк яндекс лукойл новотек алроса гмк норникель банк втб пау московская биржа газпром нефт ну и так далее и так далее и так далее вот динамика стоимости пая за год мы видим 35 51 процент то есть даже больше чем открытие телекоммуникации которые в общем сказать американский рынок то есть наш рынок рос быстрее чем американский вот за прошедший год 35,51 процент помните что я рассказывал когда в табличке стратегии накоплений то за базу брал 15 20 процентов годовых от 35 и 51 процент за год оказался рост но есть и риск падения естественно и третий фонд который я хочу предложить это открытие глобальной инвестиции это тоже самое что открытие акции только здесь акции иностранных компаний поэтому иностранных компаниях немножечко другая структура здесь информационной технологии те же 41 процент финансы 869 процента столько же сколько в телекоммуникациях телекоммуникации 747 ну а там в первом фонде который мы рассматривали был 15 процентов здесь пищевая 535 и другие отрасли 3728 то есть здесь есть упор еще и на другие отрасли вот ну а за год этот фонд дал 30 процентов 32 58 в долларах сша 30 67 процентов в рублях то есть это уже долларовые акции валютные акции американские акции американских компаний вот я думаю что вот таким образом мы и вложимся каким образом но примерно скажем так 30 процентов сюда 40 процентов сюда 40 процентов сюда так 40 40 80 значит получается 30 процентов сюда 35 процентов сюда а о том как это сделать я расскажу в другой раз но она сегодня все я надеюсь что вот это будет полезно задавайте вопросы если вам нужно ссылочку я скину вот там и это будет в общем-то вся информация я вам пришлю ее на почту задавайте вопросы на демитков юр точка ком то есть напишите что я хочу управляющую компанию я вам скину как открыть счет в управляющей компании и так далее ну а на сегодня все спасибо за внимание надеюсь что это видео было полезно продолжение следует до встречи с вами был демитков юр